О ряде проблемных вопросов поселка Красногвардейского телерадиокомпания «Альтекс.Медиа» неоднократно рассказывала в своих материалах. Острые темы касались и бездорожья, и бессовестного загрязнения окружающей среды, ЖБО. Качество питьевой воды, катастрофического состояния местной школы и природного памятника, находящегося под охраной государства, Калининского ключа. Проблемы территории не решаются годами. Глава Артемовского городского округа Андрей Самочернов, конечно же, в курсе всех красногвардейских бед. Но ВОЗ, как говорится, и ныне там. В преддверии Нового года местные жители, как и все, кто проживает на территории Артемовского городского округа, продолжают верить в чудеса и на лучшее будущее. А вот наступят ли эти самые перемены в поселке Красногвардейском, можно было узнать, побывав на совместном заседании постоянных комиссий, на котором депутаты в пух и прах разнесли представленной администрацией Артемовского городского округа проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Ну, совсем, что ли, мы глупые? О том, кем являются депутаты для чиновников, последние даже не скрывают. Что вы смеетесь, идите? Что вы сидите? Как туручка. Возвращаясь к главной теме – проблемам Красногвардейского. На вопрос депутата Геннадия Виноградова о ближайшем будущем поселковой школы. Заместитель главы по социальным вопросам Сергей Темченков заявил, что все работы идут в плановом режиме. Проведена экспертиза, проводятся сейчас работы определенные. Буквально на следующей неделе все-таки у нас состоится, наверное, совещание с представителями заказчика. Мы планово продолжаем работы по реконструкции данной школы. В плане и администрации Артемовского городского округа, и Министерства образования, реконструкции образовательной организации, исходя из тех документов, которые мы получим по результатам данной работы. Получается, работы по реконструкции Красногвардейской школы пока ведутся только на уровне чиновничьих разговоров, каких-то плановых совещаний, которые состоятся или нет, еще на воде вилами написано. То, что отношение к решению данного вопроса у чиновников абсолютно несерьезное, заметили и сами депутаты. Прозвучавшие далее убеждения со стороны Сергея Темченкова, что в состоянии здания школы нет большой опасности, наталкивают на вопрос, несут ли вообще наши чиновники, а главное, осознают ли всю ответственность. В 9-м была экспертиза, и в заключении экспертизы по 9-му году было четко сказано, что пока школа может использоваться как образовательная организация. Вот в 9-м я с вашим словом сразу говорю, в заключении экспертизы, конкретно, уже устал и говорить об этом, там сказано, все здание находится в ограниченной работопособном состоянии. Все здание требует капитального ремонта, о чем вы еще говорите. То, что депутат Виноградов не зря бьет тревогу по поводу школы-поселка и задает вопросы, чиновникам подтвердила главный архитектор города Наталья Булатова, отметив, что здание образовательного учреждения подлежит полному сносу. Она с 9-го года уже претерпела серьезные изменения конструктив, он не подлежит никакой фактической ремонту. То, что предполагалось раньше, полный износ массы конструктивных узлов и в перекрытиях, и в подвале везде. Все это серьезным образом шурфовалось и проверялось. Заключение в жилком строя имеется. В свою очередь, председатель Думы Константин Трофимов обратился к чиновникам с вопросом, сможет ли администрация вовремя подготовить необходимую документацию. Ведь есть шанс попасть в областную программу. Если до 1 июля мы все документы, то можем еще попасть в программу реконструкции как раз этой школы. Но это все уже 20-21 годы. Так что тут надо к этому готовиться. И Геннадий Александрович спрашивает, что у нас предусмотрено, ждем экспертизу. Мы будем готовы документы предоставить. Вмешался в данную дискуссию, обозначив свое присутствие, глава Андрей Самочернов, заявив, что проблема красногвардейской школы всегда была приоритетом. Основная задача сейчас, не знаю, как проектанты сработают у нас, конечно бы, оптимально, чтобы 1 июля у нас был проект с экспертизой. Когда приезжал Гекуганов, мы этот вопрос проговаривали, в том числе и по строительству школы на 800 мест, и по красногвардейски. И он сказал, выбирайте приоритеты. Для нас приоритет – это красногвардейская школа, потому что там действительно ситуация, и это надо все делать. Сейчас, как сказал глава, нужна проектно-сметная документация на красногвардейскую школу. И как только ее сделают, начнется реконструкция. Вопрос в другом. Почему об этом раньше никто не побеспокоился? А напротив, кинулись на оформление проектно-сметной документации на новую школу, строительство которой предусмотрено градостроительным планом Артемовского по улице Терешковой. Зачем проект тогда на Терешкову делаете? Нет, на Терешкову это чтобы у нас, а потом Терешкова пойдет вторым этапом. А потом опять экспертизу проходили? Не надо экспертизу проходить, экспертизу не проходят. Но мы понимаем, что мы не в сказке живем, нам никто на две школы денег не даст. Вот надо это представлять. Вот именно. И живем мы далеко от сказки. И бюджетных денег не хватает практически ни на что. Но у главы муниципалитета финансы, видимо, выкраиваются. Раз на школу по Терешковой проектно-сметная документация уже готовится. При этом известно, что до ее строительства, как до луны. В том, что нет сейчас места для паники и ситуация в красногвардейской школе стабильная. Учебный процесс идет своим чередом. Депутатов постаралась убедить и начальник управления образования Наталья Багдасарян. Все остальное здание, оно, в принципе, пока еще, как бы, может работать и не создает аварийной ситуации. Пока вот таким образом физкультуру организовывают разными путями, чтобы выполнить образовательную программу. По поводу того, когда будут строиться школы, я думаю, мы все с вами вместе сядем и порешаем вопрос, где наших детей обучить, как туда доставлять, например, в 16-й или Павлика Морозова. И будем уже решать проблемы по мере поступления. В разгоревшихся спорах и высказываниях по поводу ситуации со школой в Красногвардейском решил поставить точку Андрей Самочернов, обвинив депутатов в бездействии, но получил достойный ответ. То, что с 2009 года кто-то что-то не делал, но это не в укор нам, надо говорить. Извините, вы здесь тоже, депутаты сидели, какая-то ответственность тоже и у вас должна быть, в том числе, если вы принимали. Вот так вот, товарищи депутаты. А, где? Нет, 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 вы же тут тоже были, я говорю, что надо сидеть. Мы уже тут сидели, да. Геннадий Виноградов напомнил, как в своё время обращался за помощью в разрешении ситуации со школой в областное министерство, откуда получил ответ. Он пишет, значит, письмо, уже ответ мне. И там указано, можно найти его, у меня есть, наверное. Не наверное, а точно найти его, если надо. Значит, пишет о том, что местная, значит, администрация должны найти средства на проектно-сметную документацию с местного бюджета и всего-то. Остальные деньги на ремонт школы там или на новую школу найдутся с областного бюджета. Однако всё это пропустили меж ушей. Пропустили меж ушей. Так что депутаты, слава богу, всё делали правильно, свой хлеб отрабатываем, за который нам вообще ничего не платят. На сегодняшний день тысячу нам платили. Мадьякин предложил её резервы формы оставить. До сих пор мы с этого вообще ничего не имеем. Так что тут с депутатами-то как раз прошло. Весьма заинтересовала Геннадия Виноградова и то, как отразилось в бюджете на 2019 год решение целого ряда вопросов, касаемых Красногвардейского. У нас есть Калининский ключ, который обозвали памятником природы на уровне области, получается, да. Грифчель сказал населению, что он у нас не на балансе. А сегодня я видел, как он интервью даёт по телевизору, по телевидению, да, что отвечает ТОПС за него, за этот ключик. Но однако же, когда он был при власти, получилось так, что предъявили счёт за электроэнергию, так как там идёт подача в водонаправленную башню, ну, 200 тысяч, получается, денег, да. Он, видимо, я так понял, что не имеет права оплатить. Дальше-то что получается на сегодняшний день? Ключик-то, получается, подача-то воды-то вообще замороженная. Бружуйку там слепили. Вы сами понимаете, всего-то она всего 200 тысяч денег не надо было заплатить. Там население ревёт, в микрорайоне воды нету. Канализация практически не откачивается, уже задыхается. Так и было так. Поэтому надо думать о том, что в бюджет на 19-й год, на 19-й год надо денежки какие-то там закладывать. Помимо озвученных вопросов, Геннадий Виноградов задал чиновникам вопрос и по объездной дороге в посёлке, строительство которой в своё время было вложено немало денег. Дорога у нас была объездная сделана. Была объездная дорога сделана, ремонт, вроде оплатили. Ну, я не знаю, правда-неправда, мне информация такая приклеила, там около 15 миллионов денег было вбухано в неё, подоспать закатана была. Переправа через гребетку была сделана, я считаю, более-менее. Произошёл небольшой промыв. Взяли, раскопали, расковыряли, чтобы никто не ездил. Ну, разве это подход? Это не подход, это не по-хозяйски. Ну, и кроме этого, я что скажу, хочу сказать, там зафиксируйте всё, покажите нашему населению. Там что мы умудрились сделать? Гришки, они дорогу эту не только там расковыряли, чтобы не проезжали, они её разрыли, конкретно нарушили, засняли её для чего-то. А потом, об этом, может, не надо мне говорить, но я скажу, потому что прокуратура, похоже на это внимание, не обращает. Сделали фотошопинг, что дорогу смыло, что нету дороги. Для чего-то он это делал. А после этого, получается, вывезли трубы. Куда их увезли, я знаю точно. На металлолом-то они точно выходили. Сколько там их ушло. Но кроме этого, то, что фотошопинг сделали, да, есть конкретные показания. То, что он там людей опрашивал, нужна вам дорога, нет? Говорят, да, нужна. А ну, тогда давайте я её с баланса сниму, чтобы мне за неё не отвечать, а вы её содержите. Договорились? Они говорят, да, договорились. Вот такие у нас дела. Андрей Вячеславович, у нас, у вас, получается, в районе, вот что творят наши. Наши кто? Главы такие. Поэтому надо думать о том, что в ГНЖ для Красноглорейского была, дорога, чтобы была восстановлена. И ключик надо конкретно заняться с этим тоже, разобраться. Этим ключиком, между прочим, не только Краснодар весь пользуется, Артёмовский район весь пользуется и даже Ербинский приезжает. Далее от председателя КУМИ Валентины Юсуповой последовали ответы на обозначенные депутатом Виноградовым вопросы. Но вот ответами вряд ли их можно назвать, разве что оправданиями, которые в очередной раз ставят под сомнение тот факт, что и в предстоящем году, в 2019-м, в Красногвардейском наступят перемены. Действительно, Калининский ключ этот объект является природоохраной. Есть постановление правительства Северной области. И в данном постановлении чётко прописано, что этот объект закреплён за территориальным органом местного самоуправления посёлка Красногвардейский. То есть он на балансе числится. И то он должен предусмотреть действительные денежные средства на его содержание. По автомобильной дороге, по обездной дороге. Это вот на первый вопрос хорошо ответили. Я на гуляю. Хорошо. Фиксируйте. По объездной дороге. Я на 19-й год. По объездной дороге посёлка Красногвардейский. Это, значит, там улица Ломоносова, Шмидта. Эта объездная дорога никогда не числилась в муниципальной собственности Артёмовского городского округа. То, что, Геннадий Александрович, вы говорите, были выделены на 15 миллионов, но такого не могло быть. Почему? Потому что денежные средства не на муниципальное имущество не выделяются. Для того, чтобы эту сейчас дорогу восстановить, если она находится, действительно, ею пользуются жители, там имеются жилые дома по расположению этой дороги, то просто её надо, значит, Томсу, посёлка Красногвардейский, обратиться в комитет по имуществу с предложением о принятии этой дороги муниципальную собственность. Будут проведены все мероприятия, и денежные средства также будут выделяться. По НЖ, значит, комитетом был приобретен автомобиль, значит, НЖ, буду называть, да, 11-тонник. Автомобиль поступил, значит, новый, но, значит, при эксплуатации выявились недостатки. Сейчас, значит, ведётся претензионная работа с подрядчиком, и, значит, мы думаем, что вопрос будет урегулирован. Значит, по второму автомобилю, он же 4-тонник, был объявлен аукцион, значит, заявки, заявился один заявитель, поставка будет до 25 декабря, автомобиль будет поставлен. И то есть он, как вы и сказали, да, будет закреплён, ну, не закреплён, он будет работать на территории Красногвардейского, Сесновый год. Напомним, совместное заседание постоянных комиссий для чиновников администрации завершилось провальным образом. Представленный проект бюджета на 2019 год депутаты раскритиковали и не приняли. Будут ли сделаны администрации выводы, учтены все депутатские требования и предложения, в том числе и по решению вопросов посёлка Красногвардейский. Узнаем на следующем заседании постоянных комиссий, проведение которого запланировано на днях.